Здравствуйте! Проходите, пожалуйста! Так, экзистенциальный момент закончился. Посмотри, дебаты Капелюшникова и Юдина. Топовый публичный правый интеллектуал за полчаса вооружает всеми аргументами о экономическом неравенстве. Должно пригодиться для разъёба коми. Смотрел светлячок. Единственное, что я у Джоса выдана, не смотрел, по сути дела, светлячок. Саб-мода не будет весь стрим. Не знаю, наверное, включим в какой-то момент. Если сайт с научными статьями лучше, чем Академия Иди... В смысле лучше? Как-то с непереносимостью лактозы получаешь витамин D. Чем преимущественно питаешься? Витамин D, так ты же его из солнца получаешь, блядь, нет? У меня кожа белая, у меня нет особо проблем с витамином, да. Еще рота тут теплая достаточно. Тут климат как в Крыму примерно. Витамин D в таблетках можно принимать. Ну, типа... Ну, во-первых, я принимаю поливитамины в последнее время. И да, я сейчас так посмотрю. В них есть витамин D, но так я не принимал, например. И... Нормально. Все было. Два-то сам эти дебаты ходил и рекомендовал, как топовые версии его собственных дебатах с Семеном. Капелюшников Юдин, говоришь? Ну, посмотрю потом. Мне как раз не хватает видосов в длинной форме, так скажем. Чтобы на заднем плане слушать. Новые смайлы никто не предлагает, нет. Хотя место есть, но что-то вот... Пока что то, что уже к этому времени было предложено, оно как-то отошло на второй план. Если кто-то хочет нарисовать смайлик, хороший смайлик в виде червяка из яблока, то пожалуйста. То есть, ну, мне предлагали такой, но он как-то был не очень. Знаком с многотомной монографией Георгия Старостина? Нет. А, секунду. Знаком с многотомной монографией Георгия Старостина по языкам Африки? Не читал, но... Точнее, не читал саму монографию, понятное дело, она огромная. Но кусками, кусками ознакомлялся на хорошее. Но мне языки, языки Африки, это не моя еще тема, к тому же. Но приходилось, да, сталкиваться, действительно. Но давно было очень. Ну, по моим меркам, давно. Я не такой старенький. Есть Зильберман Каппа. Нужен или это оверюз? Эээ, это оверюз. Один Зильберман уже есть. Видел к GFG? Как-то приходил чувак, шпионивший на кубинцев. Не, не видел. Какие ресурсы, на которых публикуются научные статьи, ты посещаешь сам? Я исключительно Академии ИДЮ читаю. У меня просто нет времени. То есть, я на рассылку подписан. Мне удобнее так. Привет, Анатолий, с Твичом никаких проблем, надеюсь. Ну, пока что там посмотрим. Мне еще не ответили. Какая пища тебе больше всего нравилась в ВУЗе? О, сложно сказать. Но я вообще всякие простые штуки, на самом деле, люблю. Типа пицца, там, хлебный пудинг какой-нибудь. Там все такие вещи. Очень простые. То есть, вот, всякая экзотика, типа, бизоньих котлет с ежевикой. Это, ну, как бы, ну, диковинка такая интересная. Но я бы отжирать не стал постоянно. А, да, там форель на гриле была. Вот, весело и в одном, на одном из шведских столов можно было, значит, добыть себе форель на гриле жареную. Вот я ее ел после качалки. Было очень круто. То есть, я брал то форель, то куриную грудку. То есть, все на гриле жареную. Вот, и ел их почти без гарнира после спортзала. Смотрел на гугл-картах твою деревню. У вас там дороги, как в России. Да, тут на самом деле ровный асфальт, это экзотика. Это же западное побережье США, оно все такое. То есть, тут, ну, ты можешь уложить, блядь, асфальт. Где-то через неделю дороги будут, как, блядь, в Саранске, короче. То есть, какая, это точнее, даже не как в России, как на Украине, блядь, будут дороги. Хова вчера у Ежи говорил, что Шевцова пизделей вломили в троллике, тропике, блядь. Чувак, пиши правильно, я не понял, человек. Шевцов же вроде забанен на Твиче. А как твой контракт с Твичом относится к твоему стримерству на других ресурсах? Так в гостях, на чужом стриме-то можно быть, чувак. Ты где пропадал? Уже девять. Ну да, но тут вопросики неплохие, они меня пока не заебали. Почему аналогия не аргумент? Понимаю, с помощью аналогии можно вообще любую хуйню доказать, но есть ли более формальное объяснение? Но есть формальное определение аргумента так-то, да, то есть вот в такой дисциплине, как логика. То есть, что там аргумент, это последовательность высказываний, да, то есть там состоящая из предпосылок и вывода, там соединённая логическими связками и так далее. Почему чёрное зеркало говно? Скучное мне не понравилось. Первый эпизод был отличный, второй скучный, третий просто несмотребельный, на мой взгляд. То есть третий, это просто вот третий эпизод чёрного зеркала. Это вот у меня было ощущение, как будто я на свой страх и риск фильм на Нетфликсе решил посмотреть. Такой straight to DVD, который релизили на каком-нибудь, на DVD-носителях в каком-нибудь 2004 году. Я такой, бля, а, надглянуть. Вот. Включаешь, и у тебя кровь из глаз начинает ебушить, блядь. Что думаешь насчёт учёбы в Чехии? Типа сначала на обучение языка, потом в ВУЗ. Смотря на какую специальность, на самом деле, у меня на консультации буквально вчера человек спрашивал, вот на лингвиста куда идти лучше? Вот попытать счастье в Америке или в Чехию всё-таки? И, ну, я его переспросил, а вот что именно тебе интересно? Выяснилось, что ему интересно происхождение языков, этимология, то есть всякие такие вещи. Это историческая лингвистика, сравнительное языкознание, вот. И что изучение языков конкретно для неё не проблема. Поэтому я ему порекомендовал всё-таки давай в Чехию. В Чехии это один из эпицентров, в принципе, такого языкознания старого типа первой половины 20 века, то есть структурной лингвистики ранней. Поэтому смело можно, если на филолога хочешь учиться, при этом тебя что-то в России не устраивает, пиздуй в Чехию. Короче, учи чешский и учись там на филолога этого самого. Вот. А вот другая лингвистика, что-то более математическое, это уже в Амельич. Ну и, как бы, понятное дело, что ты выучишься на исторического лингвиста и работы у тебя не будет. Но если тебе интересно, прежде всего, знания и великие открытия, то, пожалуйста. Как тебе статья Левина про зачем нужна философия? Хорошая статья. Слушал новый альбом у слепнотов? Нет. Почему дороги такие? На западном побережье? Потому что сейсмически опасная зона. Тут просто трескается всё. То есть землетрясение не обязано быть сильным, чтобы асфальт весь по пизде пошёл. Понимаете, в чём проблема? То есть, землетрясение может быть такое, что ты его не почувствуешь совершенно, а асфальт весь растрескается просто к хуям. Это типичная ситуация. Один из самых важных вопросов. Кого хуя ты не поинтересовался? О лечении своего синдрома дефицита внимания у всех психиатров и нейроучёных, что были у тебя на стримах? Если ты сам говоришь, что начинаешь глупеть и не можешь выдерживать большие объёмы текста. Я думаю, это не лечится. К тому же, понимаешь, ты когда в себе попробуешь что-то поменять, вот так вот кардинально, какую-то взять и болезнь вот такую психическую взять и убрать. Человек – это система. То есть нельзя просто взять и вытащить из карточного домика какую-нибудь карточку из основания, чтобы всё осталось как есть. То есть просто одна карточка, мне твой туз пик мешает. Кто проверяет и утверждает заявки студентов университета США? Ну, как комиссия при университете. Надеюсь, не студенты на подработке за 10 долларов в час? Нет. Нет. Студент на подработке не может этого делать. Там надо быть сертифицированным специалистом. Там на самом деле это не очень просто. Это, конечно, не как врачом, но через несколько обручей перепрыгнуть нужно, чтобы занять соответствующую должность. Как тебе учебник по логике Асмуса? Он, к сожалению, марксист, поэтому там разные странные вещи добавлены. Но, в принципе, если это единственный учебник, который тебе доступен, и соревнующиеся с ним учебники, это тоже марксистская хуйня, то учебник Асмуса, в принципе, неплох. То есть по меркам учебников логики, изданных в Советском Союзе, Асмус, он, конечно, ангажированный, ужасный и так далее. Но там всё не так плохо. Как тренировки, Марго? Да неплохо. Будешь смотреть «Властелина колец» от Амазона, когда выйдет или нафиг надо? Ну, а попробую, попробую, если он в Prime подписку будет включён. Я же праймер. Привет, 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 войд. Качаю в танках ТТ. Не знаю, как у тебя в голове соседствует мнение об отсутствии прогресса и вера в то, что до того, как придумали математическую логику, размышления были качественно хуже. Ну, не знаю, качественно хуже или нет, но для тех целей, которые вот у нас сейчас, после того, как была придумана уже логика, они годились хуже и годятся лучше соответственно. То есть тут всё к тавтологии сводится. То есть логика, она лучше для того, для чего лучше логика. Существует ли единый критерий для оценки любого искусства, которым пользуешься именно ты? Да, нравится – хорошо, не нравится – плохо. Анатолий, вопрос, наверное, совсем не по теме, но раз уж есть шанс спросить, как относишься к группе плацебо, никак я такое не слушаю. Стоит ли закупать креатин для поднятия массы? Если дрижь, то нет. Если дрижь, то не надо закупать креатин. Креатин – это гормон, если я не ошибаюсь, его организм твой сам вырабатывает. Если ты, не будучи качком, будешь ебать креатин, то у тебя проблемы с этим возникнет. Киэсай – 91, 100 рублей. Маргинал. С чего начать изучать? Аншлаг. Хорошего стрима. Ну, свинокура, конечно. Так. Не боишься, что Йеллоустоун ёбнет? Да, не, не особо. Вот госдолг, блядь. На Маргой не шаришь про архитектурные вузы, лучшие в США и во всём остальном мире? Не, не знаю ничего про них. Я не знаю, что вообще изучают на архитектуре. Почему мы ансабы до сих пор не в клетке? Не знаю. Можно вопрос. Почему ты такой красивый? Не знаю. Любишь фортепианную музыку? Хороший люблю, плохой нет. Но Кевина Спейси ведь вытащили? Откуда? Как относишься к идее общности жёна детей у Платона? Отрицательна. Против ADHD таблетки пить можно, халявные стимуляторы, по сути. Попробуй, Марго, послать нахуй. Всегда сможешь. Не знаю, наверное, привыкание всё-таки вызывает. Я использую стимулятор кофеин, называется. Привет. Можешь, пожалуйста, пояснить про параллели между кадатом Лавкрафта и волшебником страны Оз? При прочтении ничего общего, кроме того, что в обоих произведениях главная тема, это, собственно, поиск, не заметил. Ну, в какой-то мере, в конце обнаруживается, что нет места такого, как дом. There's no place like home. Да, потому что так называемые боги земли, ну, вот эти существа древние, они выбрали для своего места обитания воспоминания главного героя о его родном городе, Бостоне. Это специфический сюжетный поворот. Ну, правда, в конце всё закончилось хорошо. Ясон Биба, 100 рублей. Привет, Марго. С прошедшим др... Чем отличается декартовское разложение? Ча? Маргинал нашёл самую шумную улицу в самом тихом городке США. А рядом ещё и сосед. Маньяк-строитель, который месит бетон отбойным молотком. Эхо глухо даётся в недрах микрофона, Йети. Найдено идеальное место для стримов. Маргинал, ты просто отборный дятел, блять. Ну, да, есть такое. Но эта улица выглядела значительно тише. И как бы, если бы вы её видели со стороны, то вам бы никогда в голову не пришло, что тут так часто пиздошит машина. Потому что это типичная улица, на которой нихуя нет. Кроме жилых домов. То есть маленькая узенькая улочка, в которой велодорожки занимают больше места, чем проезжая часть, блять. Но всё равно тут пиздошит машина туда-сюда каждые несколько секунд. Не знаю, как это так получается. Наверное, все в университет едут. Ясон Биба, 100 рублей. Привет, Марго, с прошедшим др. Чем отличается декартовское разложение утверждений до атомарных, очевидных и несомненных, описанное им в рассуждении о методе? От карнаповского сведения предложений к протокольным. И ещё... Ну, слушай, я не скажу, не знаю, извини. Это просто тупо знать надо, чтобы я мог на это ответить. Это мне надо обе работы прочитать и вот пересказать. Во-первых, я не читал, скорее всего, рассуждения о методе. Я, блять, уже не помню, но, по-моему, я и не читал его просто. А если читал, то не помню, что там. Сведение предложений к протокольному у Рудольфа Карнапа. В какой работе это было и что имеется в виду из английской версии? Потому что, не знаю, протокольное предложение что такое. Так что, извини, ровно ноль я тебе могу сказать на эту тему. Ещё, почему демократия только в США? Почему её нет в Европе? Ну, потому что в Европе там законы принимают какие-то рандомные хуи в Евросоюзе, в которых, ну, вот ты живёшь в какой-нибудь Германии, а закон в Европарламенте прошёл за счёт, там, голосов из, там, Франции, там, я не знаю, Бельгии, ещё какой-нибудь хуйни. То есть, в итоге, получается, ты не голосовал за эту хуйню, и никто в Германии за это говно не голосовал, но вы обязаны этой хуйне следовать. Ну, это не демократия никакая. Это полная хуйня. Демократия, правда, тоже хуйня, но всё-таки... Спасибо за подписку. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам за подписку. Нерон, 24,95. Спасибо вам. Чи баба бьё, 100 рублей. Привет, Маргуа. Я так понимаю, что в основном вопросе философии, это ближе к материализму, так? Это не основной вопрос философии, просто забей. Это хуйня, которую коммунисты выдумали. Как спорить с экзистенциалистами, субъективными идеалистами? Никак. Это просто невозможно. Жуткие демагоги. Не знаю, смотри. Вопрос, как спорить с экзистенциалистами, субъективными идеалистами? Бессмысленный, потому что субъективные идеалисты это Джордж Беркли, который жил хуйня знает, когда экзистенциалисты в 20 веке появились только. Это первый момент. Второй момент. Это я через дефис их написал. Это первый момент. Второй момент. Невозможно спорить с целой школой мысли, надо спорить с конкретными аргументами конкретного автора. Это просто невозможно. Жуткие демагоги. Я не знаю, о чем ты говоришь. Если бы ты привел конкретный аргумент экзистенциалиста какого-нибудь или субъективного идеалиста, то можно было бы поспорить. Это нормально. Я правильно понимаю, что дитерминизм и экзистенциализм и дитерминизм противоположности? Чего? Ты написал... Я правильно понимаю, что дитерминизм и экзистенциализм и дитерминизм противоположности? Чего? Что ты имеешь в виду? Ты два раза написал дитерминизм, чувак. Учебник логики Виноградова. Норм. Не знаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Учебник логики Виноградова. Норм. Не знаю, не знаю, кто это. СВСтрима. Любовь моя. Да, спасибо за 100 рублей. Так. Креатин. Креатин. 350 рублей. Со второй минуты до девятой. Вносим в список. Смотреть будем не сегодня. Так, терминатор. 300 рублей. Шериф накручивает круги вокруг твоей норы. А, ну все, сватинг, блядь. Так. Ну, спасибо. Клода Рад Демонстрандум. Правильно ли дитерминизм и эксистенциализм противоположны? Нет, не противоположно. Во-первых, я не знаю, что значит противоположно. Но если имеется в виду взаимоисключающие они или нет? Нет, не взаимоисключающие. Недавно на РЕН-ТВ мельком услышал высказывание про российского блогера, живущего в США. Мол, зарплата 8к бачей в месяц, это на грани нищеты, это наглый пиздёж. Пиздёж полный, потому что, ну, нормально жить на самом деле на 2к можно. Вот. 8к это нищета, только если ты совсем-совсем в силиконовой долине живёшь. Да, там тогда пиздец полный. Там 8к у тебя рента примерно. Позови же меляпы в ревина-кура, подискутируйте. Да, ну, можно, в принципе. Ебать-то теперь арабский шейх после этого дума. Ну, между прочим, я... Вы, возможно, не заметили, но я разжился как бы немного бижутерии. Она недорогая, правда. То, что я дорогую не покупаю. Я, блядь, весь стрим эту хуйню нашу, скорее всего, не заметили. Она немного сливается с ЛГБТ-пауком. Так. Можно заказать Нотр-Дам под песню Бурцума. Не понял. Бензопила, кстати, называлась Сталин 3000. Не требует бензина, работает на атомной тяге. Что там маргинал? Хуеем потихоньку. Да, ездится. Как погода. Ну, так нормально. Прохладно. Вчера дождик был. Спасибо, Маргоше, за этот дум с экраном черного цвета 2К19. Это отсылка на Геннадия Горина, что ли? В какую бы игру ты сам хотел поиграть, чтобы мы знали, на что не донатить. Ни в какую вообще. Нет желания. Даже те игры, в которые я хорошо играю. Нет, нет по-настоящему желания играть. Но вы можете меня заставить деньгами. Отличаешь сабов от сасабов? Ну, сасабов это тоже синоним. Ансабов и нонсабов. Анатолий, какой второй язык посоветуешь для изучения на переводоведении? Немецкий, французский или испанский? При том, что если что, планирую в одну из стран с этим языком свалить, если с ингольшем не прокатят. Спасибо за ответ. Ну, испаноговорящих стран из всех этих трех больше всего. Франкоговорящие на втором месте, германоговорящие на третьем. То же самое по количеству просто людей. Испаноговорящих, франкоговорящих и германоговорящих. То есть немецкоговорящих. Я не знаю, есть ли такое слово немецкоговорящие. По-моему, говорят германоговорящие. Хотя это небольшой мисс номер, потому что немецкий язык и германские языки это немного разные вещи. германский язык это не только немецкий вот так что если сваливать куда-то планирую что с одной стороны вроде бы испанский потому что у тебя выбор больше но с другой стороны вроде бы скорее немецкий потому что ну там в общем-то уровень жизни хотя лет через десять может быть как раз в южной европе уровень жизни то будет и папе пищи всего потому что там просто обнесут все нахуй гигантскими стенами плача плача в данном случае это существительное в родительном падеже а не идея причастия важно так что ну либо немецкий либо испанский но не французский французский не вижу нахуй всрался кому-то с первом веке в чем фиш ну типа только если тебе охуенно просто учить французский если реально нравится но не знаю что это на шее но это мельнир это молот тора вот заказал себе он недорогой то есть это это нет ни серебро если чё он как бы просто какая-то нет не знаю не ржавейка наверное но сделан хорошо красивый то есть не слишком много узоров я не люблю когда они вот этот вот символ из гальдербока используют вот этот знаете там какая-то хуйня на розу ветров похоже не на розу ветров на снежинку похожий вот этот символ который иногда используют асатру который не очень грамотная потому что вот эта хуйня который на снежинку похоже она ну типа это эпохи возрождения уже мистика то есть это тоже что-то нарктическое но очень позднее это не ким викингам отношения не имеет вот ну и часто можно эту снежинку и банную обнаружить на мельнирах вот этих вот оса трорских и так далее а вот здесь снежинки нет здесь значит варяжский вот этот узор переплетающийся значит здесь вот тут вот руны комбинированные руны значит не помню что они значат но даже если они значит я мудак то как бы мне похуй сбоку вот тут не видно но сбоку рунами написано тор то есть вот туризас вот и остальные две руны блиц тот внизу маленькая руна тюр то есть ну прикольно мне нравится мне нравится не слишком богатый узор но вместе с этим такой насыщенный приятный вот при этом эта штука достаточно тяжеленькая тоже приятно давит на шею шнур кожаный вот тут вот единственное что это эту штуку и и надевать неудобно то есть но знаете вот эти кулоны их когда замочек закрываешь на за типа ну понятно короче сзади это очень неудобно делать слепую хотя наверное можно его как бы накидывать вот так вот закрывать спереди а потом поворачивать принципе что-то мне в голову не пришло так я думал от крест до крест ну типа нотердам горит и нарезан под бурсом не лучше не надо марго а можешь объяснить простому русскому сельчанину о событиях которые были фильме однажды в вегасе с прошедшим тебя сладкая попка однажды в вегасе однажды в вегасе блять однажды в вегасе чуть за фильм блять просто слишком много слишком много фильмов однажды в жопе блять однажды в голливуде однажды в еще какой-то хуйни что такое однажды в вегасе блин 5 а однажды в голливуде имелась виду не я не смотрел мне неинтересно не хочу чем тебе интересен слова кпсс ну ну вообще скорее ничем хотя он к моему дню рождения охуенно вот клип сделал про паука большое спасибо но только честно что прям нисколько не втянуться в процесс прохождения вроде бы видна заинтересованность в игре нет человек ты не понял я просто поставлен перед неизбежностью и поэтому ну типа получаю удовольствие короче это немного другое я жив по куда чисто по су да ведь я же гу не шальной еврей так и закажи себе серпу молот на шею да в качестве татуировки до охуенно нравится тор но он же плохой все боги злые fit kratos так не было в в четвертой части еще тором после титров там только блять выстрелся а я не любитель тора то есть я мне мьёльнир только нужен как знак солидарности с него языческим движением я не асатру и если бы я был асатру то моим богом был бы не тор совершенно скорее один или на крайняк на крайняк фрейр или фрея но не не тут не торт но просто так уж получилось что когда скандинавию которая ну последним был было местом где язычество сохранялось какое-никакое да то есть какая-никакая коренная религия в европе так уж получилось когда что когда туда христианство пришло все что пришло в голову носителям значит исконной веры это в ответ на крестики вот надеть маленькие молоточки тора то есть если что никакие там прото викинги никаких мьёльниров на шее не носили до христиан то есть вот как бы молот тора это именно такая креатура которая она возникла специально в пропагандистских целях там придумали всякие всякие языческие сепаратисты во времена христианизации скандинавии то есть всякие юмс викинги и так далее носили молот тора чтобы протестовать против христианства но до этого нет никакой молот тор никто не носил если где-нибудь в кино в каком нибудь покажет или кто-нибудь вам спизданет что там древние германцы ходили там с мьёльнирами каким-то кулонами и ничего такого не было это выдумка иначе бы нашелся хотя бы один тушение металлические долго на мьёль долго на мьёльнир фармил да хочешь щит на тебя кинул разве французский на втором месте по количеству говорящих блять на втором месте из тех которые были перечислены я уточнил блять там был назван испанский французский немецкий там же вроде только одна провинция в канаде за пределами франции говорят на нем не думал немецкой говорящего больше чем французов там же австрия и свомп черман сага нидерландцы которые понимают немцев чёт нидерландцев самих по себе три человека блять во всех нидерландах нахуй там нихера нету людей то же самое с австрией ты о чем в кубеке там католическая культура блять там их дохуя французов франкоговорящих то есть у франции есть квебек у франции блять и значит с франкоговорящих территорий есть там сенегал какой-нибудь еще всякие там я не знаю этот я сам из камеру на к камеру на блять вот и так далее всякие такие места там алжир где дохуя франкоговорящих а там блять люди размножаются очень охотно и быстро блять так что нет франкоговорящих в мире значительно больше блять это я еще не беру всякие маленькие остатки колоний там что-то типа там какие-нибудь франкоговорящие комьюнити во вьетнаме как он бить и там такое тоже осталось потому что там остались католические миссии всякие и там есть франкоговорящие люди то есть мнение французы им блять между прочим витам вьетнамцам латынь завезли вьетнамцы до сих пор на ладну латыни латынь латиницу алфавит вьетнамцы до сих пор латинице пишет на канале лежит клип с мэдом ебущим торт с этим ничего ну там понимаешь там во первых был нихуи и по моему даже не не дилда настоящие во первых во вторых там все в таком майнкрафте блять что на типа там изначально не было эротики так тогда еще и зацензурена до полного охуения я думаю не страшно попадется удалю не попадется я я думаю что это не так ужасно что молотара купила не топор перуна у перуна дубина была чувак топор перуна это выдумка поздняя рунами написано я жив паку да я верю в чудо но должен буду я умереть сам арго в скандинавской мифологии описывается за рождение нового мира после рагнарёка или после этого праздника наступает полный пиздец там там да зарождается новый мир да там по всей видимости была такая имплицитная вера но она имплицитная она относительно текста и была вера в цикличность историческую просто даже не историческая просто цикличность времени с ней спать неудобно будет надо же но боярский как в шляпе спит блять я думаю я смею линером могу пара как правильно читать статистки чертеж штейн и как-нибудь ты его не покупал то снял этот символ смертвой дарьи штрашера или гайер ну вот торентиновский последний не понимаю это гибрид однажды в голливуде страх и ненависть у вас века смотрел ли ты фильм леща ну а с 1967 нет не смотрел китаянка означает период с французского скорее один ну может быть 2 тор явился во сне тор вебет тебе в рот тор вебет тебе в рот прочитай эту фразу сразу наоборот тор вебет тебе в рот тор вебет так ладно извините магма марго на какими науками по твоему можно заниматься на профессиональном уровне не получая при этом высшего образования же самоучкой любыми главное иметь способности изначально вот ну вообще лучше учиться даже если у тебя способность есть любить локи не зашкварно но это просто на мой взгляд теологически неверно потому что не было культа локи локи это нарративный персонаж то есть он нужен для поддержания скажем текста богах из текст без него не получилось бы мифов про богов проводе на там про тора и он для этого необходим абсолютно но нет никаких следов того что практиковал что вообще у локи было хотя бы какое-то место по-настоящему в именно религии тогдашний так мукин хуген и мунин точнее так у меня на то память по моему у ген это мысль что-то в этом роде это ворон и одина то их так зовут хуген и мунин 100 рублей ты серьезно молот на шее носишь или перед стримом надеваешь для токинг поинта я просто не понимаю почему ты его носишь если понимаешь что-то христианское заимствование она кринжовая нет не заимствовать неправильно калька современному человеку чтобы сконнектиться с единомышленниками не нужен молот на шее и и не не ты же не будешь на улице спрашивать рандомных людей верят ли они вводят на это правильно христиане друг друга опознают по крестику правда сейчас не очень нужно вот по аналогии собственно для язычников есть молот тора для других язычников есть блять вот это вот хуйня блять и из сериала зачарованные короче который веканки носят блять вот тоже охуенно аутентичная религия вот тоже можно друг друга опознавать по этой хуйне но я предпочитаю все таки молот тора раз пошли беседы еще было фарга третьем сезоне в боулинг клубе что все значит если уже разъяснили на стриме царян да ничего не значит это же братья коэна там просто происходит хуйня какая-то главное смотри весело марго как правильно читать статьи скачают глазами читать со марго на каком больше говорят людей на английском или испанском брус данные разные бывают ну говорящих в целом на английском в качестве родного тому же спорный момент марго марго смотреть сериал викинги смотрел я дропнул где-то на четвертом сезоне играл for honor нет не играл но помогут как это говно где блять викинги самураями махаются блять я в рот ебал даже пытаться играть в эту хуйню дикий дикий кридж блять знаешь что нет афино-угорской мифологии ну чуть-чуть знаю что можешь сказать про ее ну была такая мифология сравнение с германской например в смысле сравнения с германской что именно такое учение мусическая или гимнастическая чё сериал викинги не слишком перебран стоит смотреть полная хуйня с исторической точки зрения просто кал блять говно на пусть тем же успехом можно там сериал блять камелот посмотреть или там просранное королевство или как-то говно называлось тоже падение ордена ну кстати падение ордена ну не падение ордена тоже бляди дикая хуйня знаете должен быть какой-то аналог клюквы но про средневековую европу вот знаете когда говорят вот когда показывают россию советский союз там российскую империю современную россию в американском кино там какие-то стереотипы блять хуипы и ватники начинают вопить типа бля фу клюква говно блять невозможно смотреть блять там bad comedian 3 обзора блять по 3 часа выпускает сразу и так далее вот я думаю должен быть какой-то аналог про средневековую европу когда типичную хуйню про средневековую европу показывают блять там когда люди говно жрали блять срали из окна там еще очень такой блять там значит крестьяне это рабы блять то есть их там продают нахуй на рынке вот есть там я не знаю облепиха блять не то там как это бузина и зачем в европе растет но учитывая что никто нахуй не знает здесь что такое облепиха и блять крыжовник то наверное наверное в англии тоже никто не знает что это такое то есть культура более-менее общее это реально ты выкупил у жмеля винокура да я чуть-чуть кинул в самом начале ты можешь посмотреть сколько закинуто под моим ником сколько закинула спойлер 77 то есть он больше меня закинул то есть мне надо было я просто подбодрил немного людей что типа есть шанс у винокура есть шанс я вкинул чуть-чуть в начале а дальше все блять по принципу домино просто это лавина нахуй донатов а потом в итоге просто произошел выкуп в 10к блять и жмель ушел на гг смотреть полтора часа бенефис винокура нахуй да да я смеюсь на проблем в том что эта хуйня ко мне вернется в итоге я люблю слонов и бог любит слонов а ты любишь слонов это я поясню это отсылка на терри дэвиса бог явился мне во сне и сказал что любят слонов поэтому в моей операционной системе теперь есть слоны датыкает блять кнопку блять на экране слон появляется под пальмой смотрел кошмары на стоянке трейлеров нет первые слышу осмотрение споткнись молотом на шее если в ебёжем глаз будет слишком охуенно это хуйня кстати очень тяжелая если его взять за шнур вот с другого конца то можно очень сильно уебать человека этой херней то есть вот из по лицу попасть можно стягануть так что серий мог глаз можно там про просто выхудрить этой сради реально опасно тяжеленькая такая увесистая блять только что сказал и так дальше как его то админ немного триггерит с этого я быдло или я быдло и есть разница между и так далее так дальше нет одно и то же ну это как савельев говорит быстрее всего вместо скорее всего в чем смысл называть себя не у язычником я не называю себя не у язычником если не веришь что есть девять миров существует гиганты гоблины и вообще что над молиться один и они называются не у язычником поэтому мне неприемлемо я не у язычника язычник просто я не считаю что что-то там надо возрождать так далее просто про практикую все то ли это мама и папа ты 11 лет в коме в коме мусора возле помойки блять подрубая ансаб мод в конце стрима почаще людей не так много и хуйню писать некому а нам приятно я не против модераторов нам немного напрягает а сериал табу с томом харди хороший мне понравился там вроде пока один сезон пока до будет 2 посмотрю мы тебя пожалеем мы тебе эфима шифрена закажем люси мы должны ты несколько раз упоминал сюжетные повороты темной башни ты реально читал или ты тупо краткий сюжет на вики читал нет мне стивен кинг во сне явился блять сказал не бачусь чуть-чуть а губ нету блять да эти расскажу свою книгу тогда если викинги не стоит просмотра то какие фильмы сериала по скандинавам посоветуешь есть комедийный сериал прикольный норсмен называется о глянь там два сезона есть уже он и он есть на нетфликсе принципе bbc способна вообще делать годные документалки посмотрел против недавно вроде красиво вроде время проебал посоветуем уж кень годные документалки по истории любого периода не знаю я не смотрю вот эти документалки с блять актерами с гримом вот эту всю хуйню я все-таки предпочитаю по истории либо лекции смотреть либо любительские краткометражные документалки которые в качестве графики используют total war блять это гораздо пизже потому что там большую часть времени уходит чтобы навести справки вместо того чтобы там снимать реально нахуй кино по сути дела про блять марка краса и про спартака там просто в качестве картинки total war поставлены и все то есть это не очень много ресурсов занимает все основное время у человека видны уходят на поиск информации вообще и лекции предпочитаю можно ли молот тора использовать качестве кляпа ничего кляп он это из тряпок сикхи скинуть с кинжалами попишем и может быть но сикхом вообще надо настоящий кинжал носить так-то гуру так завещал не первый гуру а вот тот который у них тот который по-настоящему создал религию как думаешь ты бы мог жить при социализме да наверное при любой системе можно жить что будешь делать когда начнется учебный год и онлайн будет падать школьникам тяжеловато будет сидеть до трех часов ночи да блять чувак говорят любую хуйню говорят летом падает онлайн всегда блять для онлайн упал потому что ли это потом говорят блять онлайн упал будешь учебный год начался онлайн всегда падает он никогда не поднимается всегда надо попу рвать чтобы был выше вот вот и весь секрет там один сезон потому что никто не так и не досмотрел не знаю чем речь в курсе щур есть есть отличие между смыслом слов но смотря что ты имеешь ввиду под смыслом они не всегда взаимозаменимые очень генон или эвола да не тот ни другой не нравится если выбирать твоего смотрел сериал табу первый смотрел сезон хорош смотрел последний человек на земле че это не знаю это с винсентом прайсом черно-белый фильм смотрел по ходу ничего по любимым экранизациям king а сложно сказать найти я лучше недооцененная вам назову из экранизации king а особняк красная роза мини-сериал очень неплохой может от не самое лучшее что было может быть она не лучше там блять муглы какой-нибудь но мглу все смотрели особняк красный роз блять никто не помню хотя там дико кринжовые спецэффекты по современным меркам а тогда конечно черная башня лучшей экранизации всем известно блять нет пищу да вилка таба хупера вот да вилка блять да манглер где роберт энглунд с протезом на ноге ходят туда-сюда старый ты смотрел фильм однажды в петрозаводске это стрим жмеля по пояснее чё там у вас в загнивающийся к паукому его трансфером этого продюсера иванова спросим стриме ему ведь не по-моему у него хайлайт даже на канале есть трехминутный на эту тему и профи на угорской мифологии имею ввиду насколько много она имеет общих черт с германской мифологии я смотря какие черты считаются за общем там вейнамейнен какой-нибудь на уйдена похож на люся прячь алмазы к нам винокур так винокур он же тоже сармат говорит что перед хайдеггером надо читать гегеля так ли это все неописательно то есть пойти не всегда когда вот какой-то философ полемизирует с каким-то другим философом это не всегда значит что вот надо читать того философа с которым он полемизирует заочно от которого он отталкивается не всегда помогает большинство людей которые изучают канта они не считали там и я не знаю труды святого ансельма кентерберийского это есть ну типа серьезно хотя там есть что почитать на самом деле ну ну не принято так ну не повелось просто вот так что не гегеля читать для того чтобы понимать хайдеггера не обязательно то есть хайдеггер он думает что он понимает гегеля и наверное в каком-то смысле его понимает но не в том смысле в котором принято понимать хейки забей хайдеггер не помогает понять гегеля гегель не помогает понять хайдеггера совершенно на мой взгляд абсолютно два самобутных философа то что хайл хайдеггер с его точки зрения спорят с гегелем это у него в голове какая-то хуйня так будешь в гренландии переезжать но если трамп ее купит сегодня изучил всю историю про тэри дэвиса счет как-то грустно стало вся эта история совсем нижний интернет в амурике или был какой-то форс свое время не этот не совсем нижний интернет есть значительно ниже интернет блять и он совсем неприглядный тэри дэвиса форс или на форчане очень сильно свое время онлайн упал потому что я как просто давно не звал на стрим да точно точно можно молот как бат плага с подачок ты думаешь нет бат плага в виде молота тора что ли серьезно наверняка есть лгбт а сотру какой-нибудь особая ты это не шутка нихуя вы думаете блять это думаешь это ты только что придумал что ли блять по-моему очевидная очень идея был какой-то план действий перед тем как на начал стримить внезапно стала такая популярность планируешь увеличивать аудиторию я хотел давным давно хотел быть обзорщиком потом передумал захотел стать лингвистом и переводчиком не выгорело но я не бросал своих мечт то есть вообще на самом деле я хотел всегда пообщаться с медисоном то есть вот я хуй пойми с как с какого года там смотрел все нахуй обзоры там изрядное количество стримов какое-то время вот все возможные видео и блять я до сих пор фанат мы это пиздец какой да я хотел быть лингвистом и переводчиком а стал пауком и пчелой все правильно популярность но не то чтобы внезапно понимаешь я как бы пытался как-то вот когда был совсем нихуя неизвестным то есть очень хотелось пообщаться с мэдом не было никакой возможности нужно мне это было не для пиара то есть если мне блять это нужно было для пиара то я бы как бы ну пытался бы подмазаться вообще ко всем кому только возможно вот это не имело место ну по крайней мере как бы не в виде именно водка целенаправленной вот попытки аудиенцию получить спасибо за подписку спасибо 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 за подписку вот и популярность она не то чтобы была внезапная но я бы не сказал что я как-то пиздец целенаправленно шел популярности то есть я только когда только когда у меня аудитория перевалила за тысячу я понял и причем даже это не сразу произошло но только когда аудитория перевалил за тысячу даже две прошлом году это было я понял что мне реально нужна аудитория что даже если я блять найду рабочее место где блять буду получать какие-то пиздецовые деньги нахуй там я не знаю тысяч десять месяц что я все равно буду стримить на выходных просто просто мало но буду вот и как-то после этого у меня все поменялось а потом у меня еще и деньги как-то то доходы от стрим стриминга они пошли вверх но я понимаю что это не навсегда поэтому я разные вещи собственно проворачиваю одновременно со стримами просто ну типа я не показываю как бы особо на аудиторию и да довольно сложно получать в интернете деньги работая на русской аудиторию живя в сша и отказываясь рекламировать букмекерские блять конторы казино то есть типа ну меня срут в интернете повсюду типа я продался всем кому можно блять пересосал все хуи но типа блять серьезно серьезно по-моему я единственный кто блять не продался нахуй вообще никому то есть меня спонсирует моя аудитория исключительно то есть вот аудитория заходят кидает меня деньги я довольны сижу и беру и делаю то что вот на что мне задонатила аудитория никакой рекламы вот полнейшего говна то есть вот каких-то букмекерских контор онлайн казино каких-то палевных блять магазинов пирамид блять но пирамиды это уже не актуально к уже нельзя наверно рекламировать просто по факту но все равно из не было вот ни никакого говна у меня никогда на аукцион даже если какая-то менее палевная продукция типа там vpn какой-то рекламируете сначала спрошу блять попрошу чтобы мне дали попользоваться желательно бесплатно то есть ну типа серьезно да не не троллинг у людей реально срака горит что типа я продался блять у меня контента нет на стримах какой традиционализм мне нравится традиционализм в таком общем так таком блять расплывчатом смысле то есть не как конкретное учение блять которые от генона и эвола происходит я в рот ебал это учение мне как бы сразу стал у него традиционализм мой это скорее вот консерватизм эдмунда бёрка я верю в то что традиция она эволюционирует путем естественного отбора то есть вот всякие практики есть которыми люди занимаются кит практики помогают популяции выжить какие-то нет те которые не помогают ну так популяция сдохла практика закончилась а те которые помогают ну так правила популяция не сдохла и это практика продолжается по привычке кто стоит за илоном маском он сам богатый блять чувак блять маск богаче трампа рассадок в 5 кто нахуй за ним стоит за кем стоит илон маск скорее надо спрашивать илон маск богаче сороса больше чем в два раза силон маск богаче сороса где-то раза в три где-то так если вот со всеми активами там как бы смотреть у того и у другого это пиздец полный нет он не умнее сороса сороса то редкое такое явление когда в реальной жизни реально есть супер злодей короче из комиксов маргана супергероев нет а сорос есть марго позови на стрим успешного молодого человека чижа то вечный одних фриков приглашаешь лишь проблем в том числе чижа нельзя вот на твиче я хочу похитителя ароматов пригласить на стрим я пригласил он не отвечает вконтакте увы а вот у меня есть правда все равно опасения что похитяша начнет говорить нехорошие слова несмотря на то что ну как бы ну понятно но я думаю что как бы он более понимающий человек чем чиж то что ну отвал пизды можно сказать на твиче отвал пизды это хорошо всякие другие вещи некоторые вещи было бы было бы очень хуёво если бы блять после совместного стрима с похитителем ароматов мне бы канал ёбнули за гомофобию нахуй со стороны похитителя ароматов а это вполне реальная ситуация это это просто был кто-то был бы реально отвал пизды боже где-то приобрел этот кулон ассортимент ограничивается только предметами скандинавской мифологии есть другие это по моему кулон от гримфрост по моему я у гримфрост его заказал это ну их рекламирует там группа омона марф с ними сотрудничает вам вообще их конторы вот джексон кроуфорд их рекламирует на своем канале у них хороший ассортимент они даже алкоголь продают фирменный правда его по моему из доставка нельзя заказать ну кстати в оригоне вот в штате где я живу вот тут от есть ужас здесь запрещена доставка алкоголя надо вообще есть тут нельзя вообще доставил оформить доставку алкоголя на дом за исключением нескольких брендов по моему которые выпускают к эту хуйню трехградусную которую я не знаю блять куда ее вливать чтобы вставил на доли ты как-то говорил что канада хуже в плане миграции чем сша если не сложно перечислить несколько пунктов важных по твоему мнению благодарю за ответ для меня хуёвая канада потому что там нет свободы слова то есть там если у тебя правые взгляды особенно нетрадиционно правые по для детей там будет очень грустно еще там огнестрелы нельзя купить так что для миграции то есть если там жить собрался не просто как турист приехать на там снег посмотреть влосей пострелять то хуёга короче там будет israel 2 28 годиков 100 рублей чутка на мороженое это если хватит у меня дохуя мороженого в холодильнике я купил мороженое под названием ясо просто чтобы порофлить на стриме и один раз его покушал на стриме и типа у меня упаковка лежит в морозилке я мороженое не люблю понимаете чем проблема такая что в итоге темная башня тебе нравится я по молодости весь цикл прочитал пока читал было интересно когда закончил мой чувак но если ты не понял я не читал темную башню как там сакрама ручет стримить перестал не знаю мы не общаемся почти я надеюсь что с ним все нормально про четвертую матрицу что думаешь будет лютая кринжиатура не знаю я не ожидаю ничего хорошего ты же рейдил американского стримера который смотрит на твиче фильмы всякие а сам не можешь смотреть фильмы на стримах он старое кино смотрит очень там ну знаешь на броненосец потемкин авторского права наверно нет то есть это смотреть фильмы которые вышли хуй знает когда тем более там советском союзе как стойки правы в своих взглядах или смотря с какой стороны посмотреть стойки разные очень были чувак этого состоит измом где тысячу лет просуществовал то есть никакое учение она не может как бы сохранить вы четкую совокупность значит убеждений четко сформулированных на таком на такой такой темпоральной протяженности обязательно смотреть дроботенко чтобы понимать финакуры я слышу я же сорматься на стриме сказал что для того чтобы понять винокура надо сначала посмотреть дроботенко или наоборот так я так понял ты за френдил васила и яна но в конфах так не общались еще нет ну типа я как бы не буду особо напрашиваться я думаю что за как будто время когда моя жопа полыхала просто пламенем ада они как-то сформировали формат для собственных стримов и наверное у них все более-менее нормально если нет они могут мне написать в принципе любом моменту последнее королевство более-менее норм сериал плане исторической точности особенно по сравнению с той чушью что происходит викингах не по моему одинаковые смотрел world peace как тебе тупое говно с вас или стоит глянуть отдал цвим world peace извиняюсь world peace а блять это сама хайда по моему проект но это абсурдистская комедия такая специфическая не всем такое зайдет недавно узнал что периодически нужно принимать рыбий жир для здоровья тренер по фитнесу давал подобные советы у меня похожая ситуация с отрещанием от низкой активности рыбий жир он сам по себе тебе ничего не сделает это во-первых стой сам по себе он пользы никого не принесет надо при этом спортом заниматься каким-нибудь спортом широком смысле то есть хоть то есть качалка тоже спорт турнике тоже спорт то есть не обязательно спорт как блять там футбол и шоку и как они хуйня для идиотов то есть можно принципе заняться тем что именно нужно как бы упражнениями физическими вот бегом какими тебя не знаю рыбий жир сам по себе те ничего не даст при этом раскачаться можно и без рыбьего жира при этом жиры вот эти вот омега-3 или как они там называются они есть не только в рыбьем жире и в рыбьем жире они не все некоторые в льняных например семенах там всякий содержится так что охотник на подземных людей спасибо за подписку спасибо капец а мне теперь хочется пообщаться с тобой в этом а ведь для пиара надо было сделать видео про гомункула да надо какой можно подобрать адекватный синоним как все а логическому юритаризму чтобы люди не смотрели как на фаната карликов нормативный нормативный элитаризм он то логический элитаризм и нормативный вот то есть можно сказать можно даже его по перри форму перри формулировать совершенно по-другому чтобы совершенно в другом разрезе было можно вот то что сармат называет антологическим элитаризмом назвать описательным элитаризмом точно называют аксиологическим назвать предписательным то есть описательный элитаризм это когда ты или торей потому что я точки зрения просто описывает факту как есть мусорь его бог помазал на все ты с этим ничего не сделаешь ведь попси разорви блять вот царь поможет помазанник божий он и мы останется собственно вот что-то понять не могу почему web к скрывает алерта ческать хотел да то есть описательный элитаризм то есть дескриптивный элитаризм это вот когда просто утвердительный такой элитаризм да то есть элитаризм когда говоришь ну типа вот вот собственно просто так есть а предписательный то есть прескриптивный элитаризм это вот когда вот так надо не так есть а так надо надо просто есть какие-то ценности которым надо следовать это дети ценности или так как для себя объясняешь почему тебя мэтт так зацепил не знаю ну так получилось понимаете чем дел первое видео которое я посмотрел был обзор на мультик нашу машу волшебный орех вот и я помню что когда его просто смотрел я типа смешно да но у меня не было оснований искать следующие какие другие видео мне игры не очень интересно были то есть а по фильмам там было мало скорее всего тип ну мало то есть там следующий обзор был уже про игру наш может вот я короче там как посмотрел первую половину обзора и потом решил ну надо посмотреть вторую половину первую посмотрел посмотрел вот и там ближе к концу там была какая-то отсылка на вадима степанцова я не помню чем она заключалась по моему там он сказал что типа кто-то из персонажей там просто похож на вадима степанцова был а я так уж получилось я с детства слушал бахыт компот группу у меня родители ее слушали а я какое-то время просто слушал всю музыку которую раз слушали родители и все то есть бахыт компот блять какой-то русский рок древний ебаный блять барда в каких-то санах шансон и так далее вот ютвы мыть или николаевич хватит понимаю что там астафур не постареет как все девушка вот такие дела считал что ну да ну то есть и вот это вот отсылка она как бы подтолкнула меня к тому чтобы дальше смотреть другие видео а потом ничего втянулся не знаю может быть синдром утенка просто в жизни все прозаично достаточно то есть почему людям нравится beatles какие-то сраные beatles же полное говно блять не слушабельное но просто у ебаных бумеров 500-летних у них это первая нахуй музыка которые они услышали вообще в принципе включил радио хуй пойми в каком году и там война им секстей форен такой блять охуенно блять еще типы все beatles пиздец говно же полная блять пиздец и ебануть вот так что мы в итоге вот все культовая группа гениальная блять композитора поэта политический деятель такая хуйня у меня собственно с обзорами мэда я вот когда давным-давно в нужное время в нужном месте вот мне вот в руки упал этот обзор я вот его посмотрел дальше еще несколько посмотрел и все пиздец я до сих пор фанат я любую хуйню смотреть будет дальше вот и как бы помогать если помощь потребуется почти любой хуйня легальный читал что финно-угорские языки не относятся к индоевропейским так точно значит и мифология финно-угров должна отличаться от этой общей проиндоевропейской есть ли общая проиндоевропейская мифология была ли загадка не знаю на самом деле значит ли что должна отличаться непонятно из чего это следует логически не следует или это может быть никак не связано очень легко может быть никак не связь строишь пирамиды ну в унитазе только что конкретно не срослось с лингвистикой и переводом ты ведь вел ведешь научную деятельность сша в какой области не напомнишь какие темы исследований я не участвовал ни в каких исследованиях вообще в жизни своей никогда ли на лингвист я учился только на уровне бакалавра то есть я не мог участвовать настоящих исследованиях то есть у меня есть несколько докладов было написано в качестве домашнего задания ну так получается что когда ты учишься в университете типа по типу не силой да даже когда ты пишешь полную хуйню она имеет небольшое влияние то есть она повышает твой импакт то есть я мог бы в принципе если бы я совсем был бесчестным хуесосом я мог бы в принципе щеголять вот той хуйней которую я писал по лингвистике и философии в качестве докладов и для за оценки короче вот ну типа блять это все-таки не счетово хотя она тоже формально это имеет импакт научный я вроде бы даже чё-то блять обнаружил какой-то звукоизменения какой-то в в дай блять аллах памяти короче в диалектах мандаринского китайского блять на который говорят на тайване в в этом когорт на тайване называется этот тайпей по моему в тайпее короче но типу блять от настолько за жопу притянутая хуйня была в тоже я написал настолько это было говно это была самая худшая работа которая когда-либо писал в принципе то есть самое хуёвое по качеству это многом говорит я никаких исследованиях никогда не участвовал почему не срослось с лингвистикой переводом с лингвистики не срослось потому что ну блять у меня проблемы были с дисциплиной с тем чтобы вовремя на пары приходить из а за это жестко снижают оценки на западе в америке по крайней мере точно ты не можешь блять опоздать на 15 минут ты блять а позже на 15 минут как бы вот один раз опоздал похуй второй раз опоздал у тебя итоговая оценка снижается на пять процентов то есть ну это правда зависит от преподавателя конечно как препод решит но препод перед началом предмета до перед началом семестра он пишет документ на эту тему будем это будешь смотреть да ладно а последний ролик про тренера даже его видел целиком ролик про тренера ты наверное имеешь ввиду про про футбол вот это вот не 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 это я не смотрю но типа стримы целиком вообще смотреть невозможно нереально то есть ну невозможно смотреть по 8 часов стримов какого-то человека особенно если сам стример блять если тебя на свои стримы уходят 6 часов блять сейчас я у меня уже овертайм хуй 100 рублей пойдешь учиться дальше сколько это по деньгам можно гранта получить скорее всего не пойду чего мне дальше то учиться сколько по деньгам много можно ли гранта получить можно но зачем че че зачем мне так образование хорошее и в общем то я его чуть-чуть применяю можно сказать мне мне хватает мне бы расплатиться за то образование которое я уже получил алистер кроули 300 рублей любую хуйню это больше на так это я уже отвечал до любую хуйню ну типа ну не стримы по 10 часов полностью как бы кому ну тип у меня на свои стримы много времени уходит достаточно и не только на стримы вот с лингвистикой переводами не срослось переводами не срослось потому что рынок на переводы с русского на английский он пропал внезапно не знаю может отношения между странами поменялись еще что-то короче короче сочетание факторов привело к тому что нахуй кому не усрались переводчики с русского на английский обратно просто нахуй были нужны а потом а потом резко не нужны вот я сейчас все неплохо достаточно мэдисон русский спуни не и чувак ну ты совсем ебанута серьезно ты видимо не в курсе чего вообще за ситуация со спуни то есть вот насколько спуни блять всех наебал и все посмотри видео на канале мистер метакор у него есть целый цикл про ресурс that guy with the glasses да то есть про ностальгирующего критика его подсосов вот и там начинается с видоса как раз таки про критика второй же выпуск по моему уже про спуни смотри очень информативно чисто ты понял что даже не рядом то есть не 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 мэдисон не русский спуни мэдисон блять это русский норм макдональд вообще когда ближайший подкаст мы не знают не от меня зависит помнится ты говорил что ларин привел тебя на модов м так точно как-то познакомился с ларином а ларина в нашу конфу закинул максим мир нес он же криптовоз сейчас известны как крипто босс которого вы выгнали нахуй с моего стрима этой весной я вас поздравляю толковый чувак на самом деле на что-то вот он вам не полюбился и блять вы его прогнали нахуй швабры за 5к дам такие дела ты больше не традиционалист как ранее уже говорил я перестал так называться потому что я понял что термин зашкварный я поэтому стараюсь и консерватором особо себя не называть тоже потому что ну слишком много мудаков блять современном мейнстриме называется консерваторами бен шапира например был был бы неправильно рекламировать конторы казино даже если захочешь что у тебя аудитория не совсем то неправильно вас примут ну да неправильно вас примут ну и я это сам для себя блять не очень восприниму чё рисовать что бугу и покупали а то не покупают нихуя почти уже сука блять не знаю как для себя объяснишь в чете так было считает что лучше общество традиционное общество смотря какое в этом свою блять луга объяснял уже в каком смысле традиционализм и типа кому планируешь ли стрим с чибисом чибисов сейчас не хочет когда вебинар на тему почему фейбл говно можете заказать на аукционе 6 часов фейблов а потом еще как бы пару часиков и в чем проблема финансовых пирамид казино этому потом считаешь нужно оберегать не очень умных людей это социальное государство одно из другого не следует чувак от логически независимое утверждение я в частном порядке просто не хочу ничего иметь блять общего с объемом на доллары я не хочу гнилую хуйню рекламировать просто вот веришь нет в инете можно купить кулоны из метеоритов по моему классная тема я наверно заеб профи на угроб может посоветую что почитать по теме нет не знаю еще с василом не скоро ждать стрим не знаю чем тебе не нравится его ла тоже прогресс всякое такое отрицает но до фашист на марго ты хоть живой после 6 часов дума как себя чувствуешь но часов дума было только 5 далее я пищу причем пищу с овертаймом специально чтобы компенсировать то что я в дум не очень ну типа сидел довольно долго но на час меньше чем еще я же сармат сказал если у вас кризис то попробуйте шоколадное мороженое у нас тут его мало кстати какие витамины порекомендовал бы пить никакие чего энергетики перестал пить проблем со здоровьем но это не очень полезно откуда пошло что ща мужской за мужской сосок банят америн топ 3 блять иди нахуй чувака не понимаешь америн топ триммер блять охуеть читал я сендала чего нельзя не знаю не читал вот именно так и стоит решать психологические тесты без жалоб и без проверки специалистов да наверное мне кажется я ум это смотрел все что только можно даже самые подкасты про футбол любовь длиной в 10 лет рила это был какие у тебя есть печки нет у меня печки я магистр потомственный рокер мое уважение конечно rolling stones тебе как то же самое не ну мне painted black нравятся песни и все остальное по моему как думаешь во всех наших неудачах виноваты мы сами или они детерминированы это не взаимоисключающие понятия но типа я бизнесмен все моей жизни в голове и или реальной генетика хуеть как повлияло это а это еще одна хуйня который никак не связано с тем что вышли писать словарь терминов открой просто как объяснить родителям что работать можно не только на заводе но и сидя дома у них разрыв жопы шаблонов а начиная деньги зарабатывать тогда разрыв достигнет финала и поймут что работать можно и дома они тебя хотят только хорошего просто ну надо чтобы ты им показал что блять реально деньги будут не надо этого в перспективе обещать надо чтобы блять они появились типа эти деньги ты же если ты пойдешь работать в альдорадо блять холодильники собирать ну там тип в конце месяца тебе короче вот заплана заплатят твои блять полтора рубля они будут у тебя на руках а вот в интернете там у тебя все в перспективе это не очень охуенно то есть я все это интернетной еботекой занимался сначала одновременно с учебой когда мне работать было не обязательно как мои родители читали потом одновременно с работой когда работал на работе получал реальные настоящие деньги что-то на них мог приобрести это а потом уже как бы я отпихнул как бы все эти лестницы нахуй за собой вот когда молодой был плюс сто пятьсот смотрел как то он только вышел сейчас дико кринжуя не я никогда его не смотрел всегда казалось говном я за хорошо просто смотрел любую хуйню да ладно последний ролик про тренера даже его видел нет не видел от про футбол что что-то обиде бои с гениальная хуйня не хуйня ну чё прошел думка не научился на мотоцикле стрелять на хрена последок посуда привет я наверное уже не первый кто интересуется вопросом что стоит почитать по философии государство платона рассуждение о первой философии декарта история западной философии бертрана расселу если мало о смысле и значение готлап фреги язык истина и логика эй джей эйр закажите маргу новую видос от карина заказали собираешься ли в будущем заниматься заработком на фондовой бирже да не не инвестициями пытаться заработать на типа серьезно этой хуйней занимаются люди которые профессионально вот заточена по то чтобы тебя объебать блять не просто пускуй забери пытаться на бирже играть биби биби штанов останешься в итоге сейчас донат зачитывается да нет как считаешь почему людям нравятся 2 час рано и такой концентрации говна и монтажных элитарии еще поискать надо неужели люди так бездарно проводят свой досуг просто что они тупые не ну типа пешу людей бывают всякие детские травмы то есть я например без пяти минут вот один из тех хуесосов на 2 чем вот запросто абсолютно чуть-чуть что-то пошло бы по-другому был бы вот таким же уебаном абсолютно сидел бы блять как бы в обосланных ритузах блять значит вызывал бы храбро в пиццу на дом как уебан так что не не надо осуждать людей за то что у них как бы в детстве к это хуйня произошла страшная день подчеркивание член 1000 вот сука не хотел донанить на игровом стриме но ты такой душевный сейчас еще и модерку дал пока я сразу спасибо за тысячу спасибо да я тоже особо на доната не рассчитывал сегодня я поэтому как-то спокойно отношусь к тому что сейчас самода нет что блять я тупо чат читаю бесплатный похуй мне накидали столько денег блять на аукционе на прошлой неделе на день рождения которое два дня праздновать по частям рожали блять сегодня мне в принципе в доне ли ну немного но нормально то есть не не заоблачно но тоже нормально хотя я рассчитывал что будет меньше нормального такска вот так что нормально все я принципе всего сегодня как бы можете дальше не донатить я чат просто читаю то есть сегодня можете дальше не донатить в субботу будет аукцион да для до аукциона как бы да да для аукциона приберегите деньги чтобы что еще чтобы винокур победил точно на этот раз то лямба как не как как те охуеть какой философский фильм философы не знаю такой фильм есть какие хорошие фильмы на примете с последнего хоррора там или еще чет но я говорил вот на стриме с продюсером ивановым правда его ебнули блять но там будет хайлайт в итоге короче я там называл меня спрашивали какие фильмы вот есть которые нет и не имеют нормальной локализации на русский язык но вот неплохо было бы значит я назвал фильм где глухонемую девочку насилуют и убивают в нее вселяется дух индейца дохлого и блять она начинает охотиться с луком блять с томагавком короче за байкерами срезать им скальпу очень специфический слэшер прикольный достаточно был еще фильм недавно вышел совсем the ranger называется ну типа лесник или егерь что-то в этом роде там короче каких группа каких-то панков блять поехала в сквот где-то в лесу чтобы там папа посрать поссать нахуй блять вот начали везде срать и короче их начал лесник хуярить топором просто вот тоже прикольное прикольный фильм а еще был фильм где-то года 2006 где-то так в трипер называется но никак не связан с гонореей там трипер имеется до от слова trip там на фестивале хиппи бегает маньяк в маске рональда рейгана и топором все хуя это тоже специфический фильм то есть большое количество интересных фильмов есть которые ну не локализовано по-нормальному на русский язык так артюр ромбо великий поэт или переоценен не я не считаю себя квалифицированным чтобы от ромбо оценить оба деньги на душе действительно и 100 рублей 51 копейка можно ли законы сводить к правилу если закон помогает государству в конкурентной борьбе с другими государствами то закон годный оценивать можно по критериям как экономические изменения возможность другого государства захватить твое количество иммигрантов уровень жизни и т.д. если аборты положительно влияют на государство то надо их разрешить но это политический реализм то есть это просто как бы мы вот отталкиваемся от аксиомы на том что политическим актором основным является государство достать и все остальное все хуйня это надстройка короче остальное все жалко государство государства между собой что-то решают что-то делаю это все остальное это вот как это выхлоп это это доктрина называется политический реализм то есть это самая популярная доктрина сейчас по сути дела правда она обычно применяется во внешней политики они во внутренней но на внутренней это же можно спроецировать принципе основной деятель как бы ну вот из древних это там какой фуки дид из менее древних это какой-нибудь макиавелли вот из 20 века это какой-нибудь ханс моргентал вот вот собственно из практиков это там киссингер например политический реалист типичный много ли те еще выплачивать долго много и долго но я где-то там по по 200 в месяц выплачивают меня с нынешним заработком меняет не очень напрягает меня гораздо больше напрягает что я купил пиздецкий дорогой комп и я в общем то его по назначению не использую потому что мне заказывают блять doom бенефис блять ефим шифрена нах слышал ли группу норвежскую black metal таки нет не слышал милый марга почему не сдашь на право чтоб стаж шел нахуя зачем у меня зрение плохое то лямба как те охуеть не знаю такого фильма ты еще зеленый более-менее как в оригоне обстоит дело с бездомными относительно других штатов но я тут только в одном городе был как бы тут особо бездомных не очень много но городок маленький чем тут делать и замерзла просто из дуба 5 и все когда-то обещал на стриме разбирать текст про аборты было такое да вроде разбирал как относишься к проклятым поэтам не знаю кто это марга как думаешь справедливо что такое но как хованский заработал на хату тратит стока на говно дизайн от из тремя вышками нет башка ванский он здесь это смешной то есть он талантливый комик поэтому если спрашивать про хованского то чего блять не спрашивать там я не знаю про блять почему там блять ну кто и известного комика блять назовите любого просто почему у блять у джимми кара личный самолетом у меня нет это хуйня на самом деле вот этот этап полнейших бездарностей он уже пройден они в телевизоре все клару новикова какая не блять вода это вот люди туре а реально блять человек с лицом унитаза как его там западные стримеры для коммуникации с российским сегментом твича используют в дуровку если аналог в америках европе кроме лица книги не понимаю чем речь как относишься к биржевым спекуляциям от них больше вреда или пользы никак для тебя самого вполне могут назвать фашистом но где фашист я попья за сильное вообще государство что в третье нашли белых ребят из своего города косящих под темнокожих гангстер фрэп там сацки не встречал таких нет ну есть наверное везде как бы есть тут особо чтобы были банды нужен реально вот большой город серьезно тут город на 40 тысяч человек весело и студентов больше вот одновременно просто находятся на кампусе но не физически блять одновременно находится на кампусе как бы но понятно короче одновременно записано на предметы в качестве full-time студентов насколько техническое образование в рашке имеет смысл имеет какой-то смысл имеет дальше зашел на стрим убер маргинала 3 дни зашел на стрим губер маргинала игра в doom 3 отвал башки открытый чат моё почтение какие сериалы посмотрел посмотрел сериал пацаны не те которые с дыбенко те которые супергерои хотя кузьма тоже вроде бы супергерой в какой-то мере так на чего нужен игровой ноутбук из не любишь игры для твича для игровых аукционов уезжа реально рак легких а то он что-то про метастазы в легких пиздел как все хорошо сочетается с его путешествиями по свету при раке легких блять в малайзию какую-то пиздождь от не очень охуенно так пользовательском соглашении под которым человек ставит галочку черным по белому прописаны все риски практически никого объеба в интернет казино нет с таким же успехом кредит можно назвать объеком her кредита тоже не рекламирую мне блять мне предлагали много чем не предлагали рекламировать как как называется там боевые фонды блять не по предлагали рекламой предлагали камер форекс блять я не буду рекламировать даже блять там я не знаю банк tych 5 Au банк не буду рекламировать никогда нет не будет это просто слишком палевная хуйня ребят то есть ну типа пойти я ну не верю что кто-то делает хорошие вещи просто для того чтобы сделать хорошую вещь люди делают хорошие вещи ради репутации прежде всего чтобы о них думали хорошо я не считаю что моя мотивация отличается от мотивации обычного человека какого-то не было другого и я не рекламирую всякое говно блять вот это вот палевная как бы для объеба чисто из тех соображений что она палевная блять и она выглядит как говно то есть если бы она выглядела как конфеты я был рекламировал но она выглядит как говно блять то есть даже если это что-то легитимное но но выглядит как говно я не буду это рекламировать то есть я не буду этого делать это просто плохо для моей репутации я публичное лицо азимандии 100 рублей 51 копейка как сам относишься к политическому реализму не слышал чтобы ты упоминал аргументы за аборт от политического реализма пойти потому что преступности уровень жизни выше это не то чтобы от политического реализма это скорее утилитарные аргументы просто то есть тут две большие разницы то же те еще надо доказать что там для государства полезно и так далее это уже до хуя логических шагов шагов спасибо за подписку брекет скобка ну то есть скобка скобка квадратная скобка скобка спасибо 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 политическому реализму как отношу повторюсь политический реализм это школа которая в основном применимо к международным отношениям преимущественно вот отношусь ровно но он тоже разные бывают там разные поправки бывают начнем с того что что такое государство не очень понятно в сомали есть государство в сомали лэнди вот в российской федерации есть государство в республике татарстан есть государство как их все отнести вот в пользу чего должны действовать должно действовать вот правительство республики татарстан или там ингушетия понятно как вот быть государствами под государствами как быть с странами в которых не как быть с западной сахарой например где нихуя нет спорной территории то есть ну вот чё так а если мы в древнюю историю какой-нибудь пойдем там вообще пиздец потому что в древнем мире были вполне себе долгоиграющие конфедерации конфедерации всяких кочевых племен конфедерация каких-нибудь кельтов континентальных которых цезарь расхуярил и так далее вот кого-то там государства вот в интересах кого и действует должны были всем понятно так что нет и как это все будет выглядеть когда корпорации будут всей планеты править о моё почтение а бытие время стоит читать как одну из первых книг по философии не эти нихуя не поймешь ну тебя может быть там какой-то на уровне ощущений какое-то понимание может появиться до хайдегерианцы очень вот убежденные хайдегерианцы очень любят апеллировать к тому что есть во первых философы значит образованные которые шарят там по аристотелю канту и гегелю которым заходит хайдегер и есть люди блять которые просто хуй с горы блять и он открыл бы те время и он блять все понял сразу блять ничего не понимая и это свидетельствует о том что блять хайдегер понимает человеческое бытие блять его поэтому 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 ну потом ну как правильно как правильно написала как правильно писала марта нусбаум хайдегер проблема хайдегера в том что он не очень философ он скорее гуру то есть и принципе если ознакомиться с личными взглядами персональными взглядами исследователей хайдегера которые занимаются хайдегером всю жизнь и понимают которые прекрасно знакомы с аристотелем с гегелем из аналитической философии даже с кантом ёпта им заходит хайдегер есть люди которые нихуя из этого не знают им тоже заходит хайдегер и они могут общаться на языке хайдегера эти люди с образованием и без это говорит о том что хайдегер во всем прав может о чем-то это говорит но по-моему че ты по-моему дядя коля пиздит по-моему дядя коля пиздит по моему хромой дядя коля пиздит что хорошо одет он с ней сыт и умыт сыт и умыт так самый толковый сцепь там самый топовый стрим за последнее время спасибо будет когда-нибудь аниме аукцион вообще смотрел аниме в детстве покемонов смотрел лет 9 10 когда было сотки коллекционировал вот эти фишки как как вы их называете фишки и играл с ними во дворе тоже выигрывал даже особые у меня фишки были вот эти толстые блять который который выбивает всю хуя вот а будут ли аниме аукционы вряд ли потому что я не могу смотреть кино мультики аниме на стримах меня оштрафуют либо вообще нахуй посадят за пиратство я не буду этого делать если бы можно было нарушать авторское право безнаказанно я бы это делал но к сожалению у нас есть законы есть наказание так и правоприменительная практика что самое страшное спасибо маргинал да не за что маргинал а почему у тебя такой иррациональный хейт к ним и ну блять ну как любое искусство искусством для отдыха нужно ты типа включил какую-то хуйню и блять довольны сидишь смотришь мне не нравится я ничего хорошего не чувствует аниме сверх того мне когда показывают какой-нибудь гениальный блять призрак доспехах я все что вижу эту хуёвая анимация блять спиженные сцены из блять второго хищника нахуй и все и эстетика для блять дошкольного возраста где баба с огромными сиськами всех раскидывает ну типа камон чё за хуйня это сейчас не мисогинизм блять не жен ненавистничество никакое то есть женщина может всех раскидывать запросто то есть как бы женщине не как бы женщине просто как женщине по дефолту с учетом того что женщина может выглядеть как угодно и как бы ну в принципе иметь почти какое угодно телосложение могла бы женщина конечно всем пизду давать да но не такого телосложения не как блять вот из мир автоматы какой-нибудь там или еще такой хуйни так но с девочкой то все понятно панков то что ебут смотрел капитан фантастик про обсер бати не улуди то нет почему клинтонов не посадят тоже посадят памятники все по-бродскому можно пожалуйста еще раз название фильма где в тян вселяется дух индейцы в оригинале по-моему называется the avenged пушкин или лермонтов лермонтов привет то ли с днем российского флага тебя и тебя на тоже люблю я этот триколор блять красивый аква фреш похоже какие планы на ближайший год стрим или как эта работа в перемешку со стримами или новый контент игры подкаста обзоры думаю нужно расширять разнообразие контента на твиче им х это аукцион это читерство ну да я думаю мне надо как-то урегулировать аукционы чтобы они спонтанно не возникали у меня на стримах то что ну иногда человек приходит посмотреть что-нибудь ну вот как я сейчас пишу с чатом при приводит посмотреть какой-то разговорный контент а тут хуяк блять аукцион винокур блять как балаган ебаный я принципе могу понять почему у человека в такой ситуации сраков подгорает поэтому надо как-то это все устаканить я думаю аукциона над по субботам ебашить то есть по субботам хуярить аукционы и видосы а по будням приглашать гостей а когда гости уходят опять-таки видосы то есть вот короче по субботам аукционы по будням гости и в оставшееся время в любой день видоса я думаю вот так подходят идеально так игры подкасты обзоры игры только по аукционам потому что мне самому игры до пизды совершенно я не смогу их сам выбрать и бесплатно играть тоже не хочу обзоры делать долго и трудозатратные не окупается подкасты может быть вот подкасты это хорошая мысль да надо придумать с кем чего в академических кругах сартер камер считаются достойными для изучения а неспешного прохождения как двух левых хуёв в философии ну сартру повезло потому что его деятельность выпала как раз на то время когда телевидение появилась по моему об этом даже в википедии написано и по он даже блять в луркаморье нахуй есть статья про сартер и там написано сартер зафорсился через телевидение которое только появилось поэтому сартер он как бы такой философ нового времени вот телевизор только появился и сразу же тот философ который начал блять из телевизора пиздеть это сартер вот поэтому вот это это этим он расфиделся сильно а камю камю он писатель неплохой у нобелевку получил по художественной литературе как и сартер кстати вот но я думаю они расфорсились как писатели скорее в то же время имбертран рассел в какой-то мере тоже расфорсился как автор ну не очень философских работ потому что история западной философии это не труд по философии это научно-популярный труд по истории просто по истории конкретно западной философии и нобелевка у бертрана рассела тоже было по литературе философии ты ее нет и по математике тоже чувствуешь что все начинает налаживать мне вот так кажется ну по-разному некоторые вещи у меня не получаются но типа чё поделать никогда не думали учить азиатские языки я уже второй год учу японские он мне нравится английский теперь выглядит как недостаток с дегенеративной системой письменности не как недоизыгнение философу который занимается этикой или философии сознания знаю что ты не признаешь например важно разбираться в нейробиологии поведенческой социальной биологии психофизиологии ну что значит важно полезно полезно даже для этики для философии сознания тем более я не то чтобы не признаю философию сознания то что иллюминативизм да то есть учение о том что сознание нет это учение внутри такой дисциплины как философия сознания как читается артикль 2 никак не могу научиться правильно произносить перед перед гласном и перед согласным за все ты играл видимо к 3 значит комп оправдан так я в него играл на старом к а бляда я на этом тоже на аукционе все что угодно можно заказывать даже dark souls какой нет да можно только ну сам понимаешь что dark souls там будет с дикими затупами то есть он будет не очень весело я сразу тебе говорю то есть тут такая есть тема примерно как у меда на стримах прежде чем заказывать игру детства подумайте блять будет ли вам интересно смотреть как его такую играю типа серьезно случае гамма ебли ты пассив или актив вообще по большей части актив чего поперечные показывает джепу мэдисона и в итоге показывал джепу мэдисона в итоге стал известен так много кто много кому показывал жопу хотя казалось бы не надо было бы но все токи становились известными раз на раз не приходится вообще не понимаю как поперечный стал известным но видимо видимо у меня чувство юмора какой-то не такое просто все еще можно к вам напроситься на стрим могу выступить как эксперт по японскому японской культуре я не знаю не хочу пока пока что без ноунеймов извини ну типа по деньгам у меня все хорошо но вот по популярности я броль бройлер 747 так что я я думаю что по времени так кроме крипты на мощном пока можно еще всякие сети и boeing и прочие проекты по обработке научных данных крутите оборудование без убери горе не будет простаивать и долю импакта будешь повышать такой интерес как же видос про равенство людей за такое могут назвать фашиста все люди равные же конечно равную перед богом так как тебе в целом жизнь в ригоне есть какие-то минусы все устраивает но конкретно там где я живу здесь континентальный климат поэтому тут летом жарко а зимой видимо будет пиздец какой дубак жду зимы потому что вы жару для терпеть не могу на тебя могут появиться twitch баунтис не знаю чуть такое папа джонс не писали ничего американской полиции фбр не уничтожает все банды известно же кто им управляет некоторые банду нужны также как в россии например нужна церковь чтобы не появлялись другие религиозные организации чтобы вот их можно было сразу спрессовать на чтобы их была одна немного то же самое с бандами которые курируются спецслужбами они нужны чтобы вот было это панка подконтрольная банда они другие неподконтрольные то же самое с оппозиция охуительную их москвы за и зачем вот как бы единой россии их и москвы мочи то же самое навальный хоть кто-то говорит как есть терпеть не могу и бантяев которые говорят мол я помогаю людям потому что так правильно и хорошо ну да на просто не очень понимаю чуть значит то есть может быть в какой может быть имеет смысл да мне сказать лишь это правильно и хорошо в том смысле что ну так принято считать может быть это имеет смысл но я предпочитаю все-таки распаковать еще дальше то что я говорю немножко расшивать это позитивно отвечусь и к власти корпораций мест традиционных государств и да и нет зависит от того что мы имеем ввиду под корпорациями корпоративные ценности понятия очень широкое всего можно воспринимать с точки зрения коммунитаризма тогда это очень неплохо да то есть вот в пользу локального сообщества не коммуны блять сообщество не комьюн комьюнити разница разница фундаментальная потому что коммуны анархические они их собираются искусственно образовывать как в общем-то кибуцы то есть не кибуц а когал скорее если из вот раз его верно во всего просмотрена то есть общины должны быть естественно образующимися как деревне как семейства как паства и так далее а не вот эта хуйня короче не гуляй поле хотя если сравнивать с другими всякими левыми моделями то гуляй поле конечно не самое плохое что было но как вата админ правильно сформулировал гуляй поле это просто маленькая локальная маленькая локальная социалистическая дикта около скорее квазисоциалистической диктатуры он как-то маленькая локальная диктатура по моему вата админ сказал я бы добавил квазисоциалистическая еще с частной собственности на средства производства но которых там впрочем было масло и поэтому там частный собственно сейчас на собственность на средства производства у анархистов было ограничено чем всем тем что средств производства было мало так завел бы себе домашнего питомца если дата какого кота наверное но серьезного такого который мышей жрать может блять заебала меня что кот блять сожрет какую-то хуйню и сдохнет блять потом от отравления ну типа блять чё за хуйня марго можешь мне рассказать про жака фреско в чем его смысл смысл том что коммуняка просто ебаный латентный что думаешь о гипотезе симуляции это о том что весь мир это матрица очень просто если вей если ты живешь в матрице что значит что вот мир симуляция что значит что ты живешь симуляции то что весь мир вокруг тебя симуляция это означает что все утверждения которые ты делаешь об окружающем мире ложные если они не ложные то значит не симуляция если сделал истинное утверждение значит там все правильно было а если там все правильно было все было как есть значит это не симуляция не иллюзия это не иллюзия это истина это интерпретация чтобы это не значило неважно что это значит мы сейчас метафизически нейтральных категориях рассуждаем вот то есть если весь мир симуляция то все утверждения о мире который ты можешь сделать ложные если какие-то из них правдивые то не весь мир симуляция а если все утверждения о мире ложные значит и утверждение о том что мир симуляция тоже ложная вот и все то есть утверждение о том что мир симуляция она самоуничтожается первый аргумент второй аргумент ну хорошо мир симуляция что дальше делать будешь тебе все равно придется что-то делать правильно что-то можешь сделать по поводу того что мир симуляции может как-то поправить повлиять на это как-то нет может действует только внутри симуляции ну собственно и все мысли и речь и написанный текстов тоже какие-то действия языковые зачастую они тоже могут быть только внутри этой симуляции по сценарию этой симуляции поэтому ну хуя ебать мозги остальным участникам этой симуляции о том что мы в симуляции находимся тоже непонятно но по-настоящему сильный аргумент это конечно то что просто концепция сам симуляции она сама уничтожающаяся если ты в симуляции то ты не можешь об этом говорить так чтобы это утверждение о симуляции было истинным что второй аргумент он предполагает присуппозицию о том что те что-то вообще надо делать дзен буддист бы не согласился с такой присуппозиции можно съесть реально нихуя не делать даже не есть и сдохнуть там или там в йог какой-нибудь азиманди 100 рублей 51 копейка неправильнее всего будет заказать на ауке hitman 2 на демократия не работает поэтому кто хуя 6 часов дума 3 кстати можно еще заказать ту игру про знакомство с девушками в которой еще медисон на стриме играл ну да если она не запрещено конечно да только в детстве а делать отсылки на акиру при описании самого имбового замка в героях можно какое какие отсылки на акиру чувак по-моему ты пересмотрел аниме блять я не мог делать отсылки на акиру я блять не знаю о чем она пишут тетсуо блять какой же ты говноед тетсуо это фильм японский черно-белый тетсуо железный человек называется блять в аниме наверняка персонажи просто назвали блять в честь фильма психиделического который дугин рекомендует постоянно тетсуо железный человек там блять наделали еще сиквелов дохуя пиздец отсылки на акиру блять понять в аниме нет ничего своего то есть когда вы типа а блять я тебя подловил гамлет это отсылка блять на хуя саки габлять говна сайки нахуя понимать какими мертократами вы в итоге выглядеть и catch со стороны так го streams у святовидусом да я ни против фильм смотрел призрака маяковский или хлебников хлебников библия отсылка на евангелион так не думал увеличить количество рабочих дней в детеле не чувак если несколько дней подряд стримлю один из стримов будет говном за который мне будет в итоге это всегда так было что думаешь об отношениях чернокожий девушка ничего не имею против ничего не имею против если у кого-то другого есть отношения с чернокожей девушкой а если не на благополучие государства то на чем нужно основывать законы на чем угодно можно на благополучие граждан можно на продолжение каких-то традиций можно на продолжение генофонда популяционного да то есть очень много на чем можно закон на библии на нормах шариата можно жмель или ежи я ежи дольше знаю поэтому ежи но из последнего последние пару недель месяц где-то скорее жми мой дед по телевизору инвалидов смотрел и гулять ушел да да это это весь не будет так так сказал бля я не слабо так угорел с шутки вестника бури про котлетки когда они с робертом райтом котлетки дегустировали там вестник бури говорит но в одной коробке котлет здесь православные младенцы а в другой значит мой дед да потом кто-нибудь нарежет блять и вот этот мой комментарий и момент когда я смотрю этот момент тот момент точнее на стриме а там у меня покер фейс наверно какой-нибудь баны но внутри я угорел угорел смешно смешно хорошей котлеты из деда единственный котлет который дед не доезд так когда покажешь дом снаружи да в интернете фото как бы есть не я могу не мед чем адрес то известен и на стриме спали английский для тебя самый превосходящий другие языки до языки они друг друга не могут превосходить вообще тоже те языки которые были хуёвыми точнее те языки которые не вписывались в среду они исчезли были языки которые не вписались вот они собственно мы так и знаем что они не вписались уже пропали блять единственный критерий который возможен остальное все надуманная хуйня или уже по сути дела стрим я сейчас просто беседую с аудиторией давай отсюда так марго по переезду в оригон уже нашел себе тысячу френд не когда изучаешь философию не обязательно ведь знать всякую трансцендентальную хуйню вроде вещи в себе канта или без этого багажа знаний ты не true философ так вещь в себе это не сложно на самом деле его как раз то что во первых вещь себе не трансцендентальная она трансцендентная всякая трансцендентальная хуйня у канта защита сложнее чем вещь себе ну узнать понимаете досконально и уметь объяснить не обязательно но знать какие-то основы уметь поддержать разговор да очень желательно потому что это что-то очень важную по всей видимости аляска дыра я думал в любом штате можно нормально жить да и в аляске можно нормально жить просто там холодно очень полярная ночь все дела смотрел этот фильм про вампиров не помню к 30 дней ночи хлебников или маяковский маяковский так еще два года назад на ты называл бена шапира чуть ли не самым умным человеком из-за не живущих а теперь он хуже оказался долбоёб какой момент пришел такой развор я не говорил что он самый умный я говорю что с ним дебатировать было бы сложно очень это две большие разницы для того чтобы охуенно фехтовать например не нужно быть пиздец интеллектуалом из дебатами также я не вижу где вот дебаты это что-то более интеллектуальные чем бокс или фехтование может быть чем бокс на еще фехтование это в боксе ты по репе получаешь постоянно становишься идиотом футы примерно в момент продайте ваши ебаные дома подводным людям да у бена шапира был гениальный аргумент блять про глобальное потепление короче то есть когда ему какой-то блять школьник сказал что типа из-за глобального потепления уровень океанов короче типа ну возрастает блять повышается да вот скоро блять затопит нахуй наш манхэттен затопит какой-нибудь флориду блять там майами затопит японию затопит нахуй вот но если мы про сша говорим то там манхэттен какой-нибудь затопит там сан-франциско нахуй затопит блять майами какой-нибудь затопит горячо делать то людям которые живут там ёпта там дохуя людей живет вот и бен шапира отвечает ну как то же что и всегда когда чё-то не нравится ты просто продаешь свой дом и уезжаешь немного напрашивается вопрос продаешь кому блять посейдону нахуй я просто реально понять не могу то есть типа то есть ладно бы если бы он как бы спорил с примесой как бы то не затопит никого похуй ничего не будет не повышается никакой уровень это бы имело больше смысла просто отрицаешь факты и все и твой оппонент вынужден блять идти в google что там искать так далее так или иначе в дебатах ты как бы выкрутился топорно но выкрутился типу ну нет его потепление все выдумано блять это китайцы выдумали специально чтобы чтобы мы блять перестали пользоваться углем них блять есть блять сидят блять и кушать не могут мечтают чтобы америка уголь перестала жечь вот мог бы так сказать но он не так сказал он сказал ну да повышаются до уровня да ну продай дом уезжай блять продай дом блять тень на дын смутом просто привет здорово марго это классический дум или обновленный где фонарик починили это классический дум можешь зайти в видео до раздел видео и посмотреть вот где пять часов охуеваю от фонарика в классическом думе я блять в эту игру играл когда она только вышла еще я тогда охуевал от фонарика и сейчас охуевал так западные стримеры для коммуникации с российским сегментом твича использует в к если аналог в америках европе кроме фейсбука и не раздражает ли когда тебя пингуют в дискорде аналог контача в америках кроме фейсбука полного аналога нет даже телеграмма нету аналога то есть пользуются они и когда чем и телеграммом майло янополу сейчас в основном в телеграме вот такая вот хуйня блять значит не раздражает ли когда пингуют в дискорде да не очень это там появляется сообщение просто и исчезает и все плохо на какую дисциплину в философии если можно выразиться ты рекомендовал бы обратить внимание в плане актуальности этой дисциплины этика всегда актуальна этикой я небольшой любитель этики особенно биоэтику блять не на меня свои биоэтика биоэтику мейнстримную ненавижу блять питера сингера еще в рот ебал блять просто дегенерат какой-то обослоты но можешь ей заняться она актуальна я кстати салпанчу но по поводу стрима пытался убедить что-то очень приятный при личном общении все такое но он все равно ответил что не уверен все жмутся не хотят вот сингапуре нет бант значит они могут американцы нет так сингапуре блять авторитарий авторитарный режим как ты когда там на палитных полицейского пиздишь он тебя блять убивает так ты вообще о чем приходит в сингапуре более тоталит то сингапур более тоталитарно хуйня чем россия там просто рыночек салла хорошо блять отрегулирован точнее отрегулирован чтобы быть свободным блять до антимонопольный служб хорошо работает цык такой то есть рыночек хорошо обеспечен свободный а так в сингапур еще более тоталитарная хуйня чем рашка в рашке по тебе мент блять огонь ним не имеет права по крайней мере по закону открыть внезапно как ефсюков в сингапуре тетя тетя ёбну ее съемнуть могут блять если слишком пиздишь на мента пьяные буду тут блять повторюсь как вы можете нагуглить видео есть такой городок клана falls за этого городка есть охуенное видео где чувак идет по улице с блять пистолет-пулеметом хекклер он кох короче м по какой-то там по 5 что что-то как это такая хуйня короче блять из hitman значит идет идет в какой-то сказать хуйней стремный огнестрельный его мент стопает огромный здоровый мент блять американский типичный вот и спрашивает у него короче типа надо проинспектировать автоматы они очень долго срутся на эту тему потом в итоге он дает менту подержать оружие мент блять какую-то хуйню проверяет полсекунды блять в сухую типа спускает курок в пол на всякий случай в землю посвали в сухую в холостую без них вы вот отдает обратно сразу же и говорит вот я убедился что это как бы не модифицированный mp5 а действительно обычный блять mp5 нахуй а если бы это был модифицированный блять мп5 то мне пришлось бы спросить с вас лицензию то есть вот такая хуйня короче так что такие дела на ютубе полно видосов где копы стреляют когда увидят ствол у человека не это если уже погоня как бы идет то есть если они гонятся за кем-то а он достает ствол так это конечно они огонь открывают из чек уже какую-то хуйни натворил то есть чек просто идет по улице с огнестрелом и у полицейского единственное что вызывает подозрение это наличие этого самого огнестрела он не может просто подойти начать обыскивать кого-то просто взять отобрать эту хуйню а в зависимости от штата убрать лицензию даже иногда спросить не может такая хуйня когда стрим с апостолами металли не знаю надо совсем надо договориться со всеми договориться с чуваком из бездна анального угнетения надо попробовать вытянуть чувака с канала хелл стрим хелл скрим академии который из группы финт до пост но вопрос с апостолом не сложно договориться вот заебись был быстрым левшина можно пригласить нормально фашистская италия была корпоративный вот о чем и речь то есть корпоративная этика корпоративные ценности понятия вообще очень растяжимая то есть да да а мы ними я бы сказал растяжимое понятие настолько растяжимое понятие что в какой-то момент возникает вопрос блять это понятие растяжимое или просто это два разных термина которые одинаково пишутся и происходит и в чем разница 10 минут блок металла я имел ввиду хотел заказать тебе не она зависит от того насколько он там любительской и так далее группу батюшка наверно не надо там группам главным не надо бурцам точно не надо ёбнут все у тебя все равно звука не будет как минимум и много вашей перди бродячих собак котов ни одного не видел домашних много бродячих ни одно не видел но город маленький еще разгар муравьеда сразу завести там наверно нам надо лицензия на экзотическое животное но купи больших растений поставь сзади будет красиво за ними ухаживать на ковер пальчик когда-то говорил что навел контакт с лёхой из бездна анального угнетения планируется ли стрим с ним но можно через эксперта по гачимучи по моему можно не выйти пока не планируется в чем разница между семьи и квази 7 это полу квази это около так мышей то нету наверное кота чтоб не сдох надо как они бабки в деревне брать за рубль и яйца не отрезать ему не есть просто породы у которых луженый кишечник они жрут любую так как найти себя некоторые говорят что надо вспомнить кем-то хотел быть в детстве а если тебе память напрочь отшибл ты хера не помнишь вспомнить что ты читал что-то смотрел тогда не надо пытаться вспомнить свои мысли пытаясь вспомнить свои действия прежде всего свои выборы которые ты не верифицируем а совершал так почему тебе не нравятся антиутопии ведь мир в антиутопии это прямое следствие прогресса вообще про будущее не очень я уже говорил что антиутопии они все исчерпаны государством платона почему те так как это нет ничего своего а тетрадка смерти а ну это шутка это аниме кстати очень хорошо это самобытное искусство уникальное своем роде подобных аналогов ему нет и все то что общество получает при просмотре фильмов из или сериала взятые занимая уже давно известно что в древней греции практиковали аниму дн когда револьвер покупать будешь или чего хочешь ну и не против револьвер купить на самом деле когда-нибудь я даже не знаю как тут лицензии работают в штате орегон нет надо интересоваться как те фильм семь финчера я скучный мне не нравится переоценен фильм неплохой но переоценен тебе пирог после заселения приносили или еще нет но тут нет не такое комьюнити тут много очень съемных как бы домов чтобы там с пирогом со всей хуйней это надо именно заселяться покупать дом в комьюнити блять вот как-то некомфортно без забора и заднего двора или тебе норм мне норме никогда не жил с забором и задним двором поэтому мне но я в доме никогда в жизни не жил блять мне очень напряжно например мусор здесь выносить просто охуеваю каждый раз то есть ну тип не охуеваю а блять забываю блять половину каково жить в комнате с окном меньшего размера чем окно с венцами да да нет окно по размеру нормально просто видимо тебе кажется что эта стена у меня прямо прямо совсем совсем за стеной на самом деле окно то нормально я я бы в него пролез еще один такой же разминулся бы саму и еще еще один так да не один блять да туда таких как я напихать можно блять полно жопу огурцов и огурцов у нас какой твой любимый фильм тарковского андрей рублев на горбатая гора про вампиров разве нет ковбоев ты говорил что любишь холод как в аляске не в аляске совсем пиздец там еще раз говорю там полярные ночи блять чувак другой леву холодно не как в москве как думаешь почему внешняя индустрия робототехники гибернетики в большинстве случаев пытается изобрести человекоподобного робота неужели людей мало новые люди что им старых макала много королей у нас но мало шутов обижаешься на два очаров да нет не особо еще раз говорю я сам по сути дела такой же простая блять успешная не тут у нас принципиальная разница характер у нас вот блять из той же субстанции примерно сделан на самом деле из одной меня и у них после переезда тебя соседи пирогом угостили крем по и сделали или про американское гостеприимство ты напиздел еще раз говорю съемная хата блять в дюплексе это это не то же самое все те же не в доме живу блять там с крыльцом забором со всей хуйней с садом с газоном тут так крем по и разве что так рано или поздно вся земля уйдет под воду до как тени у фолк не знаю чуть такое чат для бичей о мой бог слава слава кому слава героям слава героям слава героям слава героям банду есть слава героям слава героям слава героям банду есть слава роду долгое лето долгое лето долго долгая лето так ну так ты против демократии сингапуртия как раз ну одно дело быть против демократии другой делка а теменции за блять за нихуя на улице так вот все снимает и мент был с напарником да да так точно на каком-то языке думаешь в быту мы не думаем на языке чувак это миф все странные истории на ютубе полно видосов как о постреле говорила же он уже сказал что благодаря этому чуваку на улице будет спокойно да 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 был дел до стрима металли жду с 2016 где да и многие ждут на есть только были же случаи например когда афроамериканца застрелили когда подумали что он достает орудие из кармана это был просто телефон ну да но он не по улице просто шел доставая телефон это при задержании происходило понимаешь разницу задержание было по причине не связанной с наличием у него огнестрела веро него не было держание там еще кутку и не неважно человек и завален отвечая реклама с ним показывают печаль печаль как относишься к языческим сектам который практикует человеческие жертвоприношения отрицательно как тебе ужас в рэдхуки не значит такое как те европа 4 наверно какая-то хуйня с контурными картами блять веришь в вещи сны и гороскопы есть блять извиняюсь за тупой вопрос и если уже говорилось где-то все стримы не штудировал ну что значит верю ну скорее нет короче мне лень выдумывать оригинальную позицию блять нет мир записаться на ножевой бой все еще в планах или то скорее на бесконтакты собираю до бесконтактного я сейчас прямо занят для деньги мне плати блять бесконтактные блять отъем денег скорее если хорошей экранизации лавкрафта ни одной не знаю кстати не бери обычного ворового кота у меня родственники в частный дом заводят постоянно таких котов кроссоловов просто берут непородистого если кот приживается до старости будет жить если бомжи или собаки не сожрут да пожалуй почему в американских домах стоят большие окна в ваннах не везде но есть такое наверное что проветривать после душа если я планируя покупать каракас вол револьвер не советую из самоспуска точно не сможешь бери блок не пари дурочку может быть ты говорил что посмотрел ничего хорошего в отеле эль рояль на счет проебал момент когда рассказывал о самом фильме как тебе он неплохой фильм мне в целом понравилось больше сказать ничего какой твой любимый фильм триера антихрист мне в отеле эль рояль понравилась сцена в конце когда вот этого дима в этому бывшему солдату снайперу говорят успокойся ты больше не должен никого убивать и он берет ружье и начинает сектантов хуярить короче после этого это такой этого это экзистенциализм кстати называется такой философский момент очень и киркигоровский во многом он начал блять все хуярить из ружья именно потому что он никому этого делать не должен да это не значит что не может просто не должен он понял что не должен и он может свободно сделать выбор как добби свободен к марго в истории есть такой персонаж который приказал отхлестать моря к серкс а ты знаешь еще таких идиотов смысле идиотов он прав был море охуела блять лайла тофе как бы спокойно сладких снов тоже тебя и в сша за нихуя могут застрелить коп например не услышав приказ нет никак сингапуре чувак ты блять не понимаешь сингапуре по закону если ты выебываешься на мента он может открыть по тебе огонь сша нет ни в одном из штатов такого нет это невозможно в таком виде сделает он блять сам будет против закона в сингапуре когда мент так делает это вот заебись для медаль только за это получится как потом все сша как бы да даже если мент выкрутиться потом все равно типа это блять там какие-то махинации блять виляние жопы не то же самое здравствуйте анатолий привет но я скоро уже заканчиваю я правильно понимаю что вам лингвистика не очень нравится никогда не думали выучить еще один язык нет в чем мне нравится лингвистика просто для того чтобы заниматься именно вот той лингвистикой которого мне нравится то лингвистика которая мне мне нравится разная лингвистика мне сложно выбрать то лингвистик в которой есть деньги она скучная то лингвистиков которая нескучная вне денег нет такой фильм у тарантино нравится да почти все мне нравится криминальное чтиво мне нравится мне нравится что они еще блять бешеные псы хороший фильм ну вот из последнего омерзительная восьмерка тоже хорошие когда-нибудь пересмотрю даже пожалуй много чего нравится мяшки убил нравится обе части прикольные кино все стреляют блять хуярят блять друг друг с саблями смотреть интересно прикольно кто-то трахнул в середине блять даже но я надеюсь что там не предполагалось что там сюжет есть так как фильм идиоты три раме не нравится вот этот догма 95 вот эта хуйня блять на camcorder записаны срань были случаи когда глухого застрелили и парня в наушниках они еще не делали просто не слышали приказ от копы это блять пиздеж просто как бы там скорее всего что-то происходило скоб он блять не может открыть огонь по закону по крайней мере как бы из человек ведет блять по улице просто типа не отвечает на приказ это так не работает протокол то есть блять тип момент в итоге сел значит или еще что-то такое там произошло либо это вопрос не было это выдумка как большинство вот случаев этого police brutality против определенной группы населения и по большей части выдуманные просто это ничего нет я в россии наверно передают спокойно по телевизору потому что просто повторяют за сиеном всю хуйню выдуманную мне кажется два чара в твоем трейде это бывшие фаны которые после твоей реакции на троллинг подсосов про твой к слова не сочетающийся к представлением о тебе переквалифицировались в хейтеров я не червонец чем всем нравится я извиняюсь теплую шапку могу только предоставить людям которым чё-то не нравится я делаю чё хочу то есть вот сейчас вот мне захотелось попиздеть с чатами попиздил с чатами почему-то одобряешь день это но при этом обсираешь докинза при том факте что они с одной тусовки не то что они общаются в каком-то одном кругу чего блять это вообще нихуя не значит поп говно да не тот реальный философ а докинс это поп хуйня какая-то для идиотов то есть все-таки масштаб разные там в тусовке еще хитчинс журналист дебил бывший троцкист и сэм харрис тоже идиот блять научпопер мудак кретин хуй сос то есть ну типа да давайте не будем приравнивать их не пробовал хоррор кор на слух не значит такое аскар все-таки проебался и 100 баксов на траву ты смог уехать от закона али она у вас тоже декриминализирована да вроде тоже знаю какие витамины сейчас пьешь на какие-то пью не буду рекомендовать я не уверен что действует сша озвучивают не англоязычные фильмы бывает такое да однажды в голливуде видел нет не видел четыре комнаты смотрел четыре комнаты да но там тарантино по мне все режиссировал только один сюжет чему контурные карты не нравится там можно запилить аристократическую мир то кратическую воду это скучно как говно ебаная блять нарисуй блять аристократическую республику на бумажке и сиди довольный блять какая разница эти игр также выглядят все почему считают что джейсон бьюз не завязал снарка я не знаю я сучу не держал европа или ска не знаю никогда не хотел в н вайсе пожить продолжительное время вообще не очень на самом деле может когда-то хотел но сейчас нет прошел дум нет я пять часов него поиграл профессора стримят питерсон вроде стримят какие-то наверно стримят качалку ходит чтобы до зеркал кейнт выходить да да не слишком провокационный вопрос не пора ли переползать на миксер опытным стримеру еще можно вкатываться стриминг на твиче даже чувак на миксере правил еще более мудацкие чем блять здесь или на ю тубе смотри правило миксера блять я не знаю с чего вы все взяли видимо думаете что если миксер менее популярной значит там какие-то охуительные андекраундные правила блять штепки типа придут все блять подпольные гении блять с и мышь борт и будут там стримить блять блять будут хуйню всякую с тройными скобочками писать и так далее все хуйня там ничего нельзя блять вообще нихуя не по закону твоего штата если ты получаешь рецепт на медицинскую марихуану ты теряешь право на владение оружием даже если оружие уже куплены лицензия есть рука хуенно кроме компьютерной лингвистика какая еще денежку приносит побольше кроме компьютерный лин компьютерная лингвистика это не одна дисциплина это совокупность дисциплин то есть меня сейчас их все попробуйте включить ну прикладная лингвистика пожалуй то есть из вот изучение языков то есть теория изучения языков в общем то есть прикладная лингвистика то есть как преподавать и как учить языки но это от лингвистики как таковой то есть теоретической лингвистики. Довольно далеко. В UCLA это было две разные кафедры до недавнего времени, и их потом из бюджетных соображений объединили. Ну, надо же как-то увеличивать зарплаты, блядь, административному составу, блядь, и этому канцлеру Блоку, Джину Блоку. Прочитал, значит, я государство Платона, и никакой философии там не нашел. Просто какая-то древняя художка. Что-то тогда вместо читает Декарта. Ну, определись, что такое философия сначала. Флаг за щеку тебе. Ты самый милый стример, кстати, лови сердечко. Ты тоже лови сердечко. Утючу, блядь. Утючу. Спасибо. Я уверен, что ты так говоришь, как Илья про Ведьмак до начала вдумчивой игры, а затем для него стала лучшей игрой Эвер, так и про Марго и Кроссовер 2 будет уверен. Стримить на миксере? Ладно, на бутылке. Чак, фак, мэри. Джулипо, Алекс Джонс, Генерал Петров. Не знаю. Марго, много лет слышу от себя, какой Докинс, Хуйокинс. Блядь, я устал, короче. Я, блядь, не могу сочетать вопрос, уже нормально. Я, блядь, устал. Все, пиздец. Дикий овертайм сегодня. Давайте, я все-таки, я смог скомпенсировать, паровозик смог. Я смог скомпенсировать, короче, тот час Дума, который я не доиграл. Поэтому, я надеюсь, никто не против. Вот. Поэтому, на сегодня пока все.